Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новый фото-конкурс для наших телезрителей и новые призы. Самовольное строительство. Первая ассоциация – обманутые дольщики. Но проблема с мострой гораздо шире. Это не только социальные конфликты, но и серьезные угрозы экономической стабильности любого города. С появлением очередного судебного решения о признании права собственности на незаконно возведенный объект, бюджет она потеряет десятки миллионов рублей. Городскими властями создан прецедент. Несколько дел по самострою выиграны в Верховном суде России. Какие встречные меры город ждет от правоохранителей и судебных приставов, обсудили на Совете безопасности под руководством главы Анапа Сергея Сергеева. 300 исков с начала 2013 года подала администрация города в суды различных инстанций. С требованием снести объекты самовольного строительства. Борьба затяжная и нешуточная. Мошенники, а иначе их не назовешь, не хотят упускать незаконную прибыль. И даже уголовное преследование не остужает жажду наживы. Но городские власти не отступают. По поручению главы Анапы Сергея Сергеева за защитой нарушенного права юристы администрации идут вплоть до Верховного суда и выигрывают. Так, например, было с Евски на 18 и с зеленой зоной на Супсевском шоссе, где не дали построить очередной самострой. На Совбезе Сергей Сергеев напоминает всем службам, которые должны стоять на страже интересов города. Потери от непоступивших в бюджет налогов – это невыполненные социальные обязательства перед людьми. С 2013 года, практически с момента проведения последнего Совета безопасности, судами вынесено 23 решения, по которым узаконены объекты самовольного строительства. Тот, кто построил эти самострои и признал права собственности через решение суда, если он думает, что все закончилось, то он глубоко заблуждается. Очень глубоко. Вот здесь заложены наши бюджетные средства. Вот здесь статья 171 уголовного законодательства, здесь статья 159, и здесь десятки, если не сотни миллионов рублей спрятаны. Сами уходят от налогов, а людей берут в соучастники. В договорах купли-продажи квартир, в самостроях смехотворные суммы. Квадратный метр за 2000 рублей – это прямое руководство к действию для правоохранительных органов, заявляет глава и дает слово начальнику полиции. Тут несколько раз фамилия Антипин прозвучала. Материалы уже БЭП согласовал с главным следственным управлением по возбуждению уголовного дела в отношении него. Ну от этого не легче. Да, я понял, да. Белорусский 8 – это моя головная боль. Она и ваша тоже. Да, да. Поверьте, там ничего не закончилось. Он же не газифицировал до сих пор его. Да, я знаю. Есть решение суда, уже полтора года решение. Есть исполнительный лист. Нет. Но констатация факта главу города не устраивает. Если все заинтересованные службы будут выполнять свою работу, а не искать причины и лазейки, то все получится. Уже получается. Многоэтажки на Владимирской, Шевченко, Терской, 219, Евскино, Калинино-Таманской и многие другие адреса. Сейчас у приставов на исполнении 35 судебных решений о сносе. Исковые требования предъявляли городские власти. Но почему не идут бульдозером по самостроям? Нет средств, объясняют приставы. Тут нужно подходить со всех сторон, искать все возможности, подчеркивает Сергеев. Они же не в воздухе, эти 35 объектов. На все земельные участки наложен арест. Для того, чтобы потом можно было при реализации этих участков, либо изъятие аренды и повторной реализации в аренду, возместить затраты, которые мы понесли, вы, мы, федерация. На снос этих объектов. Снос некапитальных строений – еще одна забота властей. 342 объекта за три года. Снос в административном порядке. Пляжи практически очистили от деревянных шалманов. Единственный случай наглости – отдельных коммерсантов. Два объекта на Витязевском пляже пока на месте. Но стоять им недолго. Я дал команду, пожалуйста, обратитесь с исковым заявлением в суд о понуждении сносу собственника и обеспечительные меры, о запрете деятельности. Они же что делают? Почему я говорю в феврале об этом, дорогие друзья? Ему в апреле по барабану. Он пять раз организует перенос судебного разбирательства по различным уважительным причинам. И закончится курортный сезон. Он его отработает, понимаете? А вот тот, кто электричество туда провел, я не знаю, Кубани, НЕРГ, НЕС, зона ответственности. Дорогие друзья, а на каком основании они провели? Или мы не видим? Все решения этого серьезнейшего разговора занесены в протокол. Коммунальщики наращивают темпы с каждым днем. До начала курортного сезона осталось не так много времени. Сейчас главная задача благоустройства городских улиц на очереди парковые. Коммунальные службы курорта сегодня приводили в порядок территорию возле четвертой школы. Раньше был газон, но автомобилисты, которые привозят детей в школу, превратили это место в своеобразную парковку. И после дождей территория выглядит весьма непривлекательной. Теперь здесь ведутся благоустроительные работы. По многочисленным обращениям жителей о том, что газонная часть возле четвертой школы находится в ненадлежащем состоянии, с сегодняшнего дня мы начали работы по благоустройству. То есть в первую очередь мы заменим дорожные бордюры, выставим их на такой уровень для того, чтобы машины не могли там парковаться, ну и, соответственно, портить газон. После этой работы мы займемся устройством самого газона. То есть сделаем надлежащее озеленение, ну и приведем все в хороший вид. Ориентировочные сроки – недели две. Анапа готовится отметить 23 февраля. В городском театре сегодня чествовали защитников Отечества. Глава Анапы Сергей Сергеев отметил, что ощутил гордость за российскую армию. Со сцены звучит песня про несокрушимую и легендарную. В зале военнослужащие, курсанты, ветераны. Глава Анапы Сергей Сергеев отметил, что современная российская армия вызывает у него чувство гордости и ассоциируется с надежностью. Я уверен, что в любых условиях, при любой задаче, которая перед ними будет стоять, они защитят мирное население. Отдельно я хочу обратиться к вам, уважаемые ветераны. Будьте уверены, что что бы вам ни говорили, что бы ни происходило сегодня вокруг нас, в наших населенных пунктах, мы будем жить сегодня, завтра и в будущем в мирной и процветающей стране. Почетные грамоты и благодарности главы города вручают тем, кто проявил себя на службе, а также активно участвовал в военно-патриотических мероприятиях, которые проводились в Анапе. Награжденных более двух десятков. Среди них начальник Института береговой охраны ФСБ России Владимир Белков. Приятно, когда это не, как озвучено было, не Белков Владимир Васильевич получал эту грамоту. Это, наверное, заслуга всего нашего института, тот клад, который мы делаем для воспитания молодежи, для города, курсанты. Это золотой фонд нашей России, который через 10, 15, 20 последующие годы будут делать политику по защите нашей Родины. Поэтому я обращаюсь к вам с этой трибуны, что мы все вместе должны заниматься воспитательным процессом. После минуты молчания к вечному огню отправляется почетный эскорт с гирляндой памяти. В преддверии Дня защитника Отечества в школах и даже детских садах Анапы для учащихся и воспитанников проводятся мероприятия, посвященные этой дате. Сегодня в детсаду номер 10 ребятам представили театрализованную постановку, рассказывающую об истории праздника 23 февраля. Александр Дульгер по образованию педагог. Он уверен, нет ничего важнее, чем преемственность поколений. Когда старшие ребята учат младших, это бесценный опыт как для одних, так и для других. Объединившие усилия нескольких клубов, это Тимрюхский клуб военно-патриотический и Общество спасения на водах, Восфор Анапская. Мы создали небольшую постановку вместе с ребятами данных обществ. И через театральные действия мы расскажем, что за праздник, откуда он появился. История праздника День защитника Отечества началась почти 100 лет назад. В нелегкое для нашей страны время. Первая мировая война, окончание перемирия, смена власти в государстве. Свой отчет праздник берет в 1918 году. Это дата создания рабочей крестьянской Красной Армии. Граждане, жители, красноармейцы, родина в опасности, встаньте на защиту, не дайте погибнуть. Знать историю своей страны должен каждый. Убежден член клуба «Юный Восфодовец» Владислав. Сам он с 9 лет вместе со своей организацией занимается общественной деятельностью. А выступить для малышей считает своим долгом. Мы должны проявлять патриотизм к своей родине. И чтобы на всякие случаи они встали на свою защиту, на защиту своей родины. Мероприятие для зрителей организовали красочно. Помимо гостей, военно-патриотических клубов и представителей казачества, выступили и сами воспитанники для своих родителей. И поздравили всех с наступающим праздником. В праздничные дни глава города поручил уделить особое внимание безопасности в социальных учреждениях и местах проведения массовых мероприятий. Запросите у них информацию, определите сроки, но не более двух суток по работе учреждений, по охране учреждений и антитеррористической защищенности на момент проведения выходных и праздничных дней. Школы, больницы, объекты культуры. Особенно там, где будут проводиться мероприятия в объектах культуры. Хорошо? Письменно подтвердить готовность. И охранные мероприятия. Важно ли проявлять бдительность самим для обеспечения безопасности и не только в праздничные дни? С этим вопросом мы обратились к жителям Анапы. Смотря где бдительность и какие меры безопасности ночью или сейчас, мне кажется, граждане должны принимать участие. Граждане тоже должны принимать участие в бдительности взрослых людей, в родителей в первую очередь. Я думаю, что по-любому граждане тоже должны сами проявлять и бдительность, и осторожность, смотря по обстановке, как, хорошо, потому что правоохранительные органы, они делают свое дело, а мы должны, конечно, если о нас мы сами не позаботимся, о нас... Не стоит забывать про то, что сам себе доктор. Надо тоже и внимание проявлять, и быть внимательным, и что-то заметил, сообщать, а не просто так прошел, и не обратил внимания. Телерадиокомпания «Анапа.Регион» объявляет фотоконкурс «Мгновение детства». В нем могут принять участие дети от 5 до 16 лет. Необходимо прислать свои работы, фотопортрет или забавную фотографию и небольшой рассказ о вашем ребенке на электронный адрес, указанный на экране. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости и подробности о фотоконкурсе «Мгновение детства» вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «Анапы». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.